В ночь с четверга на пятницу совместной операцией прокуратуры с СБУ в Харькове был раскрыт ряд борделей. Владельцы сети одна женщина и трое мужчин также задержаны. Располагались места предоставления интимных услуг в массажных салонах, ночных клубах и гостиничном комплексе. На момент проведения мероприятий мы задержали 4 лица, которые были непосредственно причастны к совершению данного преступления. 70 девушек было также изоблачено во время оказания данных интимных услуг. Их ждет также применение административной ответственности и допрос в качестве свидетеля. На момент совершения мероприятий в ходе данного уголовного производства, конечно же, находились и клиенты данных заведений, которые также на сегодняшний день будут иметь статус свидетеля по данному уголовному производству. И будут проверяться их причастны к совершению каких-либо преступлений, связанных с этим уголовным производством. При тщательном осмотре мест преступления правоохранители обнаружили интересную деталь. Все бордели были буквально нашпигованы скрытыми видеокамерами. Миниатюрные устройства были вмонтированы в стены, в обшивку дверей и кондиционеры. Использовались узоры, даже ткани, которые там позволяют скрыть видеокамеру. То есть, возможно, там кружочки какие-то, вырезалась ткань, и оттуда, значит, можно было все фиксировать с помощью скрытой видеокамеры. Ну, в том числе и аудиоконтроль, который шлялся в разных местах. Ну, то есть, для, видимо, это не было возможности обнаружить. Только с использованием специальных, может быть, приборов или уже детальный осмотр во время обыска. Престой посетитель, он не мог этого увидеть. Согласно предварительным оценкам специалистов по данным техническим средствам, указанные средства негласного получения информации относятся к специальным техническим средствам. И используются, и должны использовать только правоохранительными органами в процессе контрразведывательной и оперативно-рискной деятельности санкции суда. На данный момент устанавливаются все детали работы преступной организации. Проверяется, не причастен ли к данной сети кто-то из правоохранителей. Использовалось ли видео и аудиофиксация для создания впоследствии порно-роликов или для шантажа посетителей салона – неизвестно. В связи с открытым уголовным производством подробности правоохранители пока не раскрывают. Дело находится на контроле прокуратуры области.